Слушаешь от других игроков разговоры о рейдах, но сам боишься туда отправиться? Постоянно видишь, как все хвалят рейдовые шмотки, но сам переживаешь, что никогда не получишь ни одну из них? От отчаяния уже засмотрел все видосы от эзотерика и учишься проходить соло рейды? А что если я скажу тебе, что ты можешь получать награды из рейдов без прохождения самого рейда? Интересно? Ну тогда давай, ставь лайк этому видео и слушай внимательно. В этом ролике я расскажу тебе, как получить минимум две шмотки или пушки из рейда Последнее Желание без прохождения этапов. Да даже без единого выстрела. И да, если ты там уже строчишь в комментариях свое гениальное «капец вовремя рейду 2 года», ну что ж, рейдовое снаряжение из Последнего Желания актуально до сих пор. И более того, будет актуально. А в некоторых случаях даже необходимо еще не один сезон. Например, броня из этого рейда мало того, что выглядит офигенно, так еще и разработчики сказали, что ее уровень силы не будет ограничен 1060 единицами, а значит прокачивать и использовать этот шмот мы сможем еще долгое время. Кроме этого, сами характеристики на шмотках могут выпасть вполне себе даже приличные. Броня с характеристиками от 60 единиц и выше. Тут главное, чтобы с распределением этих характеристик повезло. Это первая причина продолжать бороться за награду этого рейда. Вторая причина, и куда на мой взгляд более важная, это моды против одержимых. Вооружение одержимых, одержимое воодушевление, барьер против одержимых, переработка энергии одержимых и мод на оружие против одержимых. Самыми желанными и интересными для тебя должны стать барьер против одержимых и оружейный против одержимых. Первый снизит урон от одержимых противников на целых 20% в течение 10 секунд после первого попадания по тебе. А второй мод значительно увеличит урон по любым одержимым противникам. Хоть по боссам, хоть по крупным врагам, хоть по мелким. Я например 10 раз пожалел, что не выбил эти два мода, прежде чем отправиться в новое подземелье Откровение в одиночку. В итоге прошел без них, но с ними было бы куда уж проще. Одержимые враги попадаются нам регулярно. В том же гамбите с этими модами куда проще на фазе урона по первобытнику. Да и вообще, смею напомнить, у нас назначено свидание с Саватун, королевой одержимых, через год. У штанта точно этих тварей будет выше крыши, так что пригодится. Итак, мы запускаем рейд Последнее желание в одиночку. Будет круто, если у вас будет еще один напарник, но об этом чуть позже. Все основные действия выполняются в одиночку. Запускаете рейд и доходите до Стены желаний. Это волшебное место может перенести вас в разные точки огромного рейда Последнее желание. Для этого вам нужно набросать особый код, который тут называется желанием. У нас в группе ВКонтакте прямо на главной странице до сих пор и висит полный перечень этих желаний, так что пользуйся на здоровье. Итак, сначала нас интересует пятое желание. Оно перенесет тебя на стадию сражения с Огром Моргетом. Но, как я и сказал, этап проходить не нужно. Все, что тебе надо сделать, это перебраться через большую пропасть. Проще всего это сделать варлоком под классик Ленок Зари в верхней ветке. С помощью активной суперспособности и рывка Икара. Ставьте флаг, заряжайте ульту, ешьте гранату, чтобы продлить время парения. Затем прыгайте, активируйте способность и рывками и прыжками спокойно долетайте до другого конца обрыва. С первого раза не вышло? Ничего, со второго или третьего захода точно получится. Повторюсь, это самый простой способ. Титаном тоже можно долететь через пропасть в средней ветке воителя, вооружившись мечом и надев экзотические ботинки Бешеный Лев. Ультуете, взлетаете как можно выше и потом слайдите, чередуя удары мечом и кнопки прыжка. Тут немножко нужно привыкнуть, так что если у вас есть варлок, лучше пролетайте им, это куда проще. Когда переберетесь на ту сторону, пробегайте по краю обрыва, поднимайтесь мимо корявого дерева, прыгайте на уступы. И открывайте сундук с наградой. И вот тут вот возвращаемся к тому, что было бы круто все же вам иметь хоть одного напарника. Для чего? Для того, чтобы передать ему сейф на этот сундук и тем самым и помочь ему получить награду и самому переключившись на других персонажей открыть сундук еще пару раз. Для этого вам нужно звать своего напарника цепляться к вам не тогда, когда вы перелетите пропасть или откроете сундук. Вам нужно спуститься от сундука, как показываю я на видео, и пройти по коридорам до момента, когда локация изменится на первый шпиль. И вот только сейчас, пускай на вас цепляются ваши тиммейты. Они добираются до сундука, потом возвращаются снова на локацию первый шпиль и ждет вас тут, а вы меняете персонажа, например, с варлока на охотника. Потом прыгаете наверх и получаете свою вторую награду и так далее. Если же вы зацепитесь друг на друга тогда, когда будете в локации с сундуком, игра заспаунит вас на другом краю моста и вам придется снова прыгать через пропасть, так что оно вам не надо, я думаю. Что ж, каждый из вас получил награду из сундука каждым персонажем. Теперь вылетайте на орбиту, обнуляйте сейф на рейде, чтобы запустить его с самого начала с помощью этой вот маленькой иконки и снова отправляйтесь к стене желаний. Теперь забиваем сюда самое популярное, четвертое желание, которое отведет вас на шурачи. Тут я обычно делаю катализаторы и контракты, но вот в этот раз мы прилетели сюда за другим сундуком. Кстати, за этой наградой вы можете сразу отправляться не в одиночку, тут никаких супер манипуляций с локациями не будет, так что залетайте сразу на рейд со всеми желающими, может хоть так быстрее вобьете желание на стене. После того, как вас телепортируют, перед вами будут огромные ворота. Вам нужно будет подойти к ним, чтобы начать этап, умереть и сохранить сейф на этом месте. Это необходимо, чтобы вы затем могли менять персонажей, как делали это на предыдущем сундуке. После того, как вы возродитесь, сейф будет у вас в кармане, а значит можно отправляться за тем, зачем вы пришли, за сундуком. Разворачивайтесь и бегите к этой огромной скале, вам нужно забираться на уступы, как я показываю на видео, а затем проходить вдоль моста под его опорами. Субтитры сделал DimaTorzok Доходим до второй опоры и спрыгиваем на небольшой уступ в середине, как раз там вас будет ждать сундук с наградой. Забирайте его, договаривайтесь с напарниками, кто ждет, а кто перезаходит на других персонажей, и по очереди забирайте рейдовые награды. Таким образом, вы без особых усилий каждую неделю будете получать минимум по 2 рейдовые награды на каждого своего персонажа с шансом получить невероятно полезные моды. Разумеется, за полное прохождение вы получите куда более крутой гир и броня будет наверняка интереснее по цифрам, но это видео для тех, у кого не получается пройти рейд, нет команды или недостаточно навыка. Но полезные моды и броня для будущих активностей тоже необходима. Если ты не знал об этих способах, не забудь поставить лайк под видео, надеюсь оно оказалось тебе полезным. Спасибо за просмотр и до связи!